О футболе, боях, бильярде, стрельбе, гимнастике и даже зимней рыбалке. Рассказать в сегодняшнем эфире есть о чем, показать тоже есть что. Поэтому немедленно начинаем. Меня зовут Максим Палагин. Вы смотрите программу «Спорт» на канале «Губерния 33». Поехали! В городке Медынь Калужской губернии проходил чемпионат России по универсальному бою. Наш регион в соревнованиях представляли Григорий Евдокимов и Андрей Долгов. Ребятам удалось добыть два серебра, и теперь они представят страну на чемпионатах Европы и мира. А тем временем Владимирская область превращается в кузницу кадров для игры аристократов. Наши бильярдисты успешно выступили сразу на нескольких турнирах. Областная федерация впервые стала третьей в России. Более подробно о достижениях владимирцев в бильярде Екатерина Глазкова. Этот вид спорта развивает мышление и учит логике. При этом он совершенно нетравмоопасный. Бильярд набирает все большую популярность среди детей. В нашей области этой игре обучаются более ста ребят. Спортсмены Владимирской федерации бильярдного спорта совсем недавно вернулись сразу с нескольких турниров. Чемпионаты проходили в конце марта в Пензе. У нас два золота и два серебра. Чемпионом страны до 21 года стал Вадим Кистанов. Это первая большая победа юноши на соревнованиях такого масштаба. Ничего сложного, просто нужно тренироваться, научиться хотя бы забивать шары. А дальше тактика, она сама с опытом приходит. На международных соревнованиях «Маленький принц» этапа Кубка мира призовые места заняли два юных бильярдиста. Анастасия Кабанова из Мурома и Анатолий Минчев из Владимира. Как признается Анатолий, сложнее всего было вырваться в финал. В итоге спортсмен занял второе место. В финале соперник играл намного сильнее меня. Я все равно боролся, не сдавался. Но он все равно поборол меня. Также с победой в открытом Кубке Москвы в родной город вернулся и Егор Буслаев. Юноша играет в бильярд уже около пяти лет. У меня папа играет тоже. И я после школы всегда приходил, смотрю, как он играл. И мне это нравилось. И сам вставал в стойку. Смотрел, проб, ничего получалось, что нет. А потом уже с тренерами начал заниматься. Федерация бильярдного спорта Владимирской области в этом году впервые вошла в тройку лучших федераций страны. Наши спортсмены все чаще возвращаются от соревнований с победами. Но, несмотря на такие успехи, тренироваться им негде. Сейчас ребята вместе с тренером ютятся в бильярдных, предназначенных для развлечения взрослых. Места для спортивной школы во Владимире нет. Сейчас мы занимаемся здесь, в клубе 12 футов. И часто мы приходим на тренировку. У нас всего два стола, когда тренируются 10-12 детей. Президент Владимирской федерации бильярдного спорта Андрей Степаненков уже не раз писал обращение в городскую администрацию с просьбой выделить место для школы. Но ответа не последовало. Теперь тренер собирается идти на встречу с вице-губернатором области Михаилом Колковым и просить поддержки уже у областной администрации. Первый в истории. В Доброграде в марте состоялся чемпионат России по практической стрельбе из пневматического пистолета. География участников широка. От Москвы до Марий-Эл, от Санкт-Петербурга до Сахалина. Были спортсмены из Казахстана и Эстонии. Владимирскую область представляла только Юлия Агафонова. Девушка стала второй в стандартном классе из пневматического пистолета в командном зачете. По итогам соревнований была сформирована юниорской сборной страны для участия в первом в истории дисциплине первенстве мира. Как мы говорили ранее, он пройдет с 29 июня по 3 июля 2018 года в Гонконге. А вот чемпионат мира по рыбалке уже прошел. Кто победил, расскажет Мария Котлерова. Владимир Кузнецов стал чемпионом мира по рыбалке. Наш земляк в составе сборной России по рыбной ловле взял золото на чемпионате мира. Соревнования проходили в Казахстане на Самаркандском водохранилище. Участвовали команды из 13 стран. В целом в этом году могу сказать, что у нас каким-то образом была такая дружеская обстановка среди спортсменов. Хотя мы все соперники, но я не владею языками, но настолько мы с американцами в одном автобусе ездили постоянно, песни пели, улыбались, обнимались, делились разными сувенирами. Очень тепло было. Владимир Кузнецов рыбачит с 9 лет. Впервые на лед его вывел дядя. С тех пор мужчина и увлекся под ледной рыбалкой и ловли на мормышку. Впоследствии это постепенно хобби вытекло в спорт. Лет так 8-9 назад пришел в рыболовный спорт, уже профессиональный, узнал, что есть такое, познакомился с нашими владимирскими спортсменами и началась череда выступлений, успешных, неуспешных, побед. За возможность попасть в состав сборной России и поучаствовать в чемпионате ежегодно борются спортсмены со всей страны. Мест в команде всего 6-5 участников, одно запасное. В этом году мы отбирались непосредственно на этом самом водоеме. Мы летали в Казахстан в январе и на этом Самаркандском водохранилище, где сейчас состоялся чемпионат мира. Мы прямо на нем, в этих местах, где были сами соревнования уже в марте месяце, мы там и отбирались. Чемпионат мира длится два дня, в два тура. Каждая команда ловит рыбу в своей специально отведенной зоне. Правила строгие. Можно использовать только две лунки. При корму на лед брать не больше двух килограммов. На чемпионате мира российская сборная сумела добыть 40 8,5 килограммов рыбы. Улов нашего земляка составил 7,5 килограммов. Второе место у спортсменов из Латвии с результатом 46,3 килограмма. Бронза у Литвы 42,7. Меж тем, владимирские гимнастки заняли первые призовые места на первенстве ЦФО. Соревнования проходили в Туле. В них участвовали спортсменки в возрасте от 9 до 12 лет. Это младшая возрастная группа и 13-15 лет, соответственно, старшая группа. Маленькие спортсменки из 33 региона выиграли в командных упражнениях золото, а старшие участницы довольствовались бронзой. Кроме того, удачно выступили девчонки и в отдельных видах многоборья. Так на бревне победили Анастасия Шершова и Александра Максимова. Плюс Александра Максимова завоевала два серебра в опорном прыжке и на брусьях. В шаге от золота остановились наши девушки и в вольных упражнениях. Но если прекрасная половина соревновалась в Туле, то мужская во Владимире. Слово Евгении Палагиной. Потеря баллов и слезы на глазах, расплата за падение неправильную технику. В школе Олимпийского резерва имени Толкачева стартовало первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей. На кону выход на первенство России, которое пройдет во Владимире с 15 по 21 мая. В этот раз в областной центр приехали команды из 14 регионов. У владимирских спортсменов главный конкурент – ребята из Калуги. Хорошие представлены гимнасты и в юниорах, и в юношах. Также Московская область. Тоже есть гимнасты, которые могут посоревноваться. Я думаю, что именно представители этих команд и поборются за тройку призеров. Если бы оборудования и организации не хватало, то эти бы соревнования здесь не проводились, потому что это очень серьезно, это первенство страны в целой. Поэтому жаловаться не на что. Это очень значимое соревнование, потому как здесь определяется сильнейшая сборная команды областей. И формируется сборная команда ЦФО. На снарядах ребята от 10 лет. Брусья, перекладины, кольца, упражнения на коне и ковре. Эти спортсмены в гимнастике с 5 лет. Самое сложное для многих ребят – упражнения на перекладине. Страшно упасть, говорят юные гимнасты. А вступиться можно и на коне, например, выполняя чешский круг. Чуть-чуть там упал. Когда я делал чешский, пальцем воткнулся в ручку. А так все хорошо. А чешский – это что такое? Расскажи. Это на коне, когда выполняешь круги, переход на одну ручку, потом сразу на две вот сюда. Как давно ты занимаешься спортивной гимнастикой? Ну, 6-7 лет. Сложно вот сегодня было выступать? Переживал? Ну да, конечно. Каждый раз переживаешь? Или это просто особенные соревнования какие-то? Ну да, особенные соревнования. И о футболе. В зоне запад 2-го дивизиона чемпионата России команды наконец-то вышли из зимней спячки. Владимирская торпеда встречалась с клубом из Псковской области «Луки Энергия». А футбольный клуб «Муром» дома принимал Долгопрудный. На матчи Владимирской команды побывала наша съемочная группа. Торпеда и «Муром» проиграли в первых матчах после возобновления сезона. Уже неоднократно подтверждалось, что результаты в контрольных матчах не говорят и ровным счетом ни о чем. Для болельщиков они обманчивы. Эти игры скорее для тренерского штаба, который наигрывает командные связи и отшлифовывает игровую модель. Торпеда эту предсезонку провела прилично. Много побед. Одна из них над Нижегородским Олимпийцем из ФНЛ. За рамки выходит только ужасное поражение от одноклубников из Москвы. И опять же, это всего-навсего контрольный матч. 7 апреля Владимирская торпеда провела свой первый официальный поединок в 2018 году. В рамках 18-го тура фонбет первенства России по футболу среди коллективов группы «Запад» 2-го дивизиона торпеда сыграла с командой «Луки Энергия» «Великие Луки». Матч проходил на малой спортивной арене. Вот тут игру своих любимцев можно было оценивать зрителям. Но лавочку можно было закрывать уже после первой трети стартового тайма. В 15-й минуте черно-белые горели 0-2. Не забиваем, пропускаем легкие. И, соответственно, конечно же, потом приходится и перестраиваться, и что-то предпринимать. Да, такое, что уже все-таки по ходу игры сложновато. Хотя, в принципе, я думаю, что и по моментам таким хорошим мы могли на что-то рассчитывать. Может быть, не на победу, а на ничью. Сразу после двух оплеух Александр Акимов решился на замену вратаря. После этого торпеда не пропускала, но и не забивала. В первом тайме соперник, конечно, знали, что мы будем больше в обороны играть внизу. Но попытались донести ребятам, чтобы мы пытались встречать команду вверху. То есть не давать развивать атаки. Так как прекрасно понимаю, знаю, играл против этой команды. Играющая команда, контроль внизу, хорошие мяча. Проиграл в стартовом матче весны и в Камуром. На стадионе имени Лосева команда с берегов Аки уступила с тем же счетом, что и торпеда Долгопрудному. Поражение двух наших клубов способствовали скатыванию вниз по турнирной таблице. Теперь торпеда восьмой, Амуром девятый. На сегодня это все новости спорт. Напомним, наша программа выходит при поддержке Департамента физической культуры и спорта администрации Владимирской области. С вами был Максим Палагин. Занимайтесь физкультурой. Пока. Субтитры подогнал «Симон»